Что ж, Инна Геннадьевна Ефимкина, начальника отделения пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга, традиционно по вторникам в прямом эфире программы Утренний Экспресс. Доброе утро! Доброе утро! Ну, что ж, переходим, так сказать, к вопросам. Что скажешь? Поехали! В нашем дворе по улице авиаторов дом 2-1 заброшенные автомобили растут как грибы. Стоят все на спущенных колесах и биты. И, может быть, они в розыске. Куда обращаться с этим вопросом, интересуется Ольга. Может, они в розыске. Ну, во-первых, транспортное средство может быть признано бесхозным только по решению суда. То есть, в данном случае нужно обратиться к участковому полномоченному полиции. Во-первых, нужно выяснить владельца, пробить по базе данных, да, действительно числится или не числится данная машина в угоне, стоит ли она на учете или нет. И только когда вот эти все обстоятельства выяснятся, тогда уже можно будет подавать в суд заявление, да, о принятии решения, чтобы признать действительно данное транспортное средство бесхозным. Тогда в данном случае будет происходить эвакуация данного транспортного средства и, естественно, его утилизация. Ну, значит, ничего не сделать, другими словами. Ну, и еще, если у вас все-таки товарищи, да, собственников жилья, то вы можете на общем собрании, решением общего собрания действительно постановить, если хозяин не против, и вы знаете, кто хозяин данной автомашины, ну, переставить данное средство. Ему под дверь. Так они как раз, по-моему, не в курсе, кто здесь. Но все-таки согласие владельца обязательно. Ну, то есть ничего не сделай, другими словами. Еще раз говорю. Ну, можно постараться. Нужно обращаться в инстанции, все-таки что-то, да и можно сделать. Чем грозит автолюбителю пересечение сплошной линии вдоль трамвайных путей? Хороший вопрос, кстати. За нарушение правил разметки, пересечения разметки административный штраф в размере 300 рублей. Администрация города уже давно ввела такое понятие, чтобы действительно оградить общественный транспорт, да, как-то, чтобы можно было приоритет. Создать общественного транспорта, в том числе и трамваем. Вот такое введение было введено. И наисленение такой разметки. Сплошной вдоль трамвайных путей. Мы каждый год видим, как чудесные авторы этих линий рисуют их без единого разворота и поворота. И так далее. Убивая тем самым просто движение по этому участку. Вообще, с радостью города обратиться, да, если какие-то проблемы действительно возникают у автолюбителей, что невозможность там проезда и выезда из дворов, как мы вот сегодня обсуждали. Частные случаи рассматриваются, наверное, отдельно. И еще один вопрос от нашего зрителя. На сайте ГИБДД мне числится штраф, о происхождении которого я даже понятия не имею. Может ли это быть штраф за нарушение, зафиксированное камерой видеофиксации? Может. Что-то еще ответить. Конечно, и скорее всего, это действительно штраф и есть зафиксированная камера видеонаблюдения. Потому что во всех остальных случаях, когда нас останавливает инспектор, мы знаем причину нашей остановки. И при оформлении документов действительно можно... Тут в вопросе скрыт ответ. Ну, может быть, просто не пришло уведомление, может быть, человеку, поэтому он и не в курсе. А до сих пор машина не справляется или стала справляться, да? Но первые дни же было гигантское количество штрафов, печаталось. Сейчас уже народ немножко увидел, да? Ну да, сейчас действительно меньше стало нарушителей правил должного движения, потому что, во-первых, ноги уже снижают скорость там, где это положено. Да, да, да. Все-таки не зря установили камеры, эффективно все работает. Да, ну, это факт. Потерял права. Могу ли я временно ездить с паспортом? Ведь, по сути, сотрудники ГИБДД могут пробить меня по базе. Нет. В правилах дорожного движения четко прописано, что должен предъявить водитель, если его остановит инспектор ГИБДД. То есть там обязательно наличие водительского удостоверения. И при его отсутствии, вернее, изъятии за нарушение правил дорожного движения, временно разрешено. Да. Но, насколько я помню, если, ну, вся, бывает по-всякому, вот человек потерял, это понятно. А если дома заставил, ну, мало ли, в других брюках, там, не знаю, в пиджаке, ну, бывает всяк, то есть время же привезти их, по-моему, да? Существует такой. Будет расцениваться как управление без документов. Конечно, мы пробьем по базе данных, действительно посмотрим, что человек имеет водительское удостоверение, но в данном случае он будет считаться как без документов. У меня появилась необходимость буксировать на газели прицеп. По документам он превышает 750 килограмм и оборудован тормозной системой. Нужно ли для этого получать права категории С и Е? У меня только Б. Ну, смотрите, если действительно масса прицепа больше, чем 750 килограмм, вы можете управлять данным прицепом только в том случае, если общая максимальная масса вашего автопоезда, то есть газель, пусть прицеп, не более 3500 килограмм. То есть, смотрите, если, например, газель 2500 килограмм, да, плюс 900 у вас прицеп, меньше 3500, поэтому... Короче говоря, газель в данном случае должна быть не более 2 тонн, 250 килограммов. Тогда можно управлять. Общая сумма. Не больше 3 тонн? 3,5 тонны. А, 3,5, да? Да, до 3,5. О, так много тогда. Во всех остальных случаях... А сколько газель весит? Никто не знает. Смотря что она видела, знаешь, там же грустно. Категория Е. В всех остальных случаях должна быть еще категория Е. В общем, 3,5 тонны надо... И можно ехать спокойно. ...взвесить газель, и все нормально. Спасибо большое Инна Геннадьевна Фимкина, начальник отделения пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга. По вторникам, как обычно, задавайте свои вопросы и получите ответы. Спасибо. Да, я напоминаю, что интервью с нашим экспертом можно посмотреть на нашем сайте www.channel4.ru в разделе «Утренний экспресс». А сейчас реклама. После этого вернемся к вашим смс-кам. Любовь нечаянно нагревается.